Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей? Нет, это не он. Нам бы вот с ним пообщаться. Он не желает общаться с банками, доверил это дело нам. А вы и кто? Что? Юридическая организация, которая представляет его интересы. А вы кто? Это звонок из банка, как вы успели догадаться. Зовут меня Александр Романович. Вас зовут Александр Романович? А кто за организация? Александр Романович, с какого банка вы звоните? Банк Траст. Слушаю вас. А у вас что за организация? Организация называется Общество с ограниченной ответственностью АЛИАМ. Ага. А это у вас там такой дешевый сайт, да? С контактным номером мобильного телефона и с почтой на Mail.ru зарегистрированную. При этом вы утверждаете то, что вы на рынке 10 лет. Три типичных отзыва у вас на сайте. Я заходил тогда, смотрел. Я думаю, организация-то серьезная. Но по вашей первой информации в сети сразу видно, можно понять, что так себе. Но на сайте вы не экономили. Тем более контактный номер. Что с префиксом 8800. У нас тогда дорого номера стоят? У вас там контактный номер и время указано до 9 часов вечера. А если возникли проблемы позже, то клиент вам не может обратиться? А как же домен? Вы не могли бы свой домен купить даже? Не сообщите мне свои реквизиты за ценную рекомендацию, я вам денег переведу. Потому что мы не знаем, как бизнес вести. У нас всего там сотни человек в очереди, а мы хотим тысячу поставить. Ой, какие сайты. Я еще не смотрел, как давно ваш сайт был зарегистрирован. Просто неохота было, знаете, лезть, проверять. Вы надеетесь, что я вам комментарии начну давать или что? Что? Или вас что-то... Вы надеетесь, что я вам комментарии начну давать? Вы же по делу позвонили. Да можете, не можете не давать. Можете просто... Вы говорите, я послушаю. Просто вы говорите, если все. Да? Просто, знаете, вот... Дело в том, что, уважаемые, у вас даже нету сайта. Вот лично у вас, вы занимаетесь тем, что работаете попрошайкой. На телефоне бабской работой занимаетесь. И вы пытаетесь критиковать спецненных людей. Я за больной вас задел. Я бы это понял. Дело в том, что... Вы переходите на личности. Вы переходите сейчас на личности. А это, знаете, юридически грамотного человека, представляющего интересы клиента, это не красит. Нет, ну у вас опыт богатый, да? Коммерческая деятельность. Нет. У меня большое подработают с должниками. Я вас с этим поздравляю. Ну что же вы тогда лезете не в свои дела? А я вот, к сожалению, вас с вашим неудачным сайтом не могу поздравить. Да спасибо просто за критику. Спасибо, уважаемый. Спасибо за критику. Если вы поменяете, да? И сколько вам потребуется времени? Через сколько вы не проверите? Я вам противовес могу сказать. Если вы сейчас смс-очкой скинете телефончик... Нет, не так. 946-78-36-собакамейл.ру Вот на эту почту скиньте свое резюме. Я вам предложу хорошую работу. Вы будете получать в разы больше. У вас нормальный поставленный голос. Нам нужны сотрудники колл-центра. Вот. Я вам предложу работу, где бы вы ни находились. Хорошие зарплаты. В среднем, ну, 80-120 тысяч в месяц. Причем не нужно будет унижаться, просить у бабоков денег. Я столько же здесь получаю. Я столько же здесь получаю. Ну, хорошо, нет. Ну, может быть, вы приоритеты поменяете. Здесь у вас, понимаете, работа гнусная. А у нас будет достойная работа. Да ничего, нормальная работа. Ну, это ваша проблема. Это у вас головой что-то не то. Тогда даже не пишите. Если вот мне нужно было услышать от вас вот эти комментарии, я думал, если вы хотя бы промолчите, то я бы подождал от вас письма. А в нашем с вами случае... Знаете, люди, которые обещают 80-120 тысяч, не готовы пожертвовать 15-20 тысяч на нормальный сайт? Странно. Да, не нужно нам просто. У нас очень хороший канал в Ютьюбе. Раскачанная группа ВКонтакте. А сайт это называется. Сайт-визитка, сайт-воронка. Он сугубо для инфобизнеса. Буквально 19-го числа у нас будет крупный вебинар, на котором... Да, это для инфобизнеса. А не стоит оправдываться. Да нет, зачем оправдываться. Я комментирую ваше заявление. Вы же не думали, что я буду просто молчать. Но в то же время вы меня нисколько не задели. Я вам еще раз говорю. Я благодарю вас за критику. Не вы первые говорите про сайт. Дело в том, что и в этом формате мы совершенно успешно работаем. И среди наших клиентов очень мало людей, которые разбираются в сайтах. Больше вам скажу, я сам не разбираюсь в сайтах. Я занимаюсь тем, что умею. А сайт это, знаете, на бегу. На бегу сделано. И он не все, что он должен идти. Что за 10 лет не было времени потихоньку, потихоньку. Это традиция, вам удобнее. Ну, может, зацепитесь за этот термин. Но только в плане бизнеса я совершенно не такой, как вам может казаться. Вот понимаете, я никогда не работаю ни на кого. Я делаю все сам. Я делаю то, что я делаю, и несу ответственность за то, что я делаю. Я готов перед кем угодно за это ответить. Я совершенно прозрачен. Моя организация очень известна. Ну, на данном этапе у нас вот сейчас в обслуживании более 100 клиентов. Вот только вот сейчас в обслуживании. Там 130 около этого. Это уже есть законченные дела. И вот заявок порядка двух сотен. Мы еще не всех работаем. Делайте нормальный сайт. И заведите почту на нормальном домене. Без номера телефона и без всеобщего ресурса. Я вам говорю, ну, знаете, у меня есть принципы. Есть принципы не слушать неудачников. Вот. Да. Поэтому я, к сожалению, может быть, к вашим, но к своей радости проигнорирую ваши вот эти вот замечания. Но вас я бы что-то заделал. Знаете, вы стопаетесь как-то себя в вас выяснил по отношению ко мне. Да нет же. Ничего мне не задели. Вы думаете, первые мне об этом говорите? Это комплексы? А? Комплексы? Да. Мне что комплексовать? Я хорошо зарабатываю. У меня есть клиенты. Меня уважают. Я спокойно говорю друзьям и соседям, где я работаю, что я делаю. Я тоже говорю. У меня все друзья знают, где я работаю. Коллектором. Жалко вас. Нет, сотрудникам банки. Ну, по взысканию, правильно? Это суть коллектора. Да. Тем более, что банк страст, который трещит по швам, вам потом придется искать работу. Вы же это тоже знаете. Да вы не переживайте. Да я же не переживаю. Я просто, понимаете, аргументы в вашу сторону я выкладываю. Кстати говоря, если хотите понимать, кто из нас... Ну, знаете, объективная оценка вашей позиции и моей. Зайдите, пожалуйста, в YouTube, если будет время, вы же вот уже суетились, смотрели. Найдите наш канал. Можете по Алям. Можете канал Дмитрия Кузнецова найти. И посмотрите количество отзывов, лайков, дизлайков. И вот в чью сторону перевес будет. Ну, я сразу должен извиниться за то... Это не показатель. Не-не-не, ну, чтобы не было такого... Знаете, справедливо же должно все быть. Вы сказали, я сказал. И теперь нас должны рассудить. Лайки, все это накручивается, знаете, сейчас. Да нет, нет, ну, хорошо, я вам могу пообещать. И выложить это в общий доступ, что это ничего не накручивается. Комментарии, которые у вас там на сайте, три комментарии я видел. Да-да-да-да. Тоже знаете. Да-да-да, сейчас о YouTube говорим. И вот то, что вы говорите, это все слышно сейчас. Разговоры записываются, я выложу это буквально... А почему я сейчас только об этом узнаю? А это мое дело. Вы же мне позвонили, не я вам позвонил. Вообще-то я позвонил клиенту, а не вам. Ну и что теперь? Вы как представитель должны были... Клиент мне оставил доверенность материальную. То, что вы принимаете в рамках переадресации, звонки от такого-то, такого-то... Вы не учтите меня. Информируйте нас о ведущейся у вас записи разговора. Я вам зацепил, но вы же торгаетесь в личное пространство клиента без его разрешения, верно? Какое личное пространство? Это... Клиента. Ну вы же... Вот смотрите. Синитажение в личное пространство. Это звонок. Сколько клиент не осуществляет оплаты? Скажите, пожалуйста. Что? Сколько времени клиент не осуществляет оплаты? Больше месяца? Сколько не осуществляет оплаты? Да, да, да. То есть это я спрашиваю не для того, чтобы узнать, сколько это. Просто первое, что мы делаем, мы от имени клиента отправляем отзывы, согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам. То есть на этом основании клиент отзывает свое согласие, более того, мы пишем письмо, что теперь не намерены принимать устный формат общения, а только в переписке. А вы видите, что делаете? Вы звоните, не ознакомившись с документами и пытаетесь, собственно говоря, упрекнуть меня в том, что я что-то незаконно делаю, включив запись переговоров. Клиент это нам разрешил делать. Более того, мы ему отчет должны предоставить. Нет, мы вам тоже это не запрещают, подождите. Я же вам это не запрещаю, просто вы обязаны были уведомить. Это если бы я вам позвонил, если бы я вам позвонил, я бы уведомил вас. А если вы звоните моему клиенту, а клиент доверил мне, делегировал мне... Так я же не знаю, подождите, подождите. Ну, естественно, я не могу и не сообщать вам об этом. Это мое дело, это все равно, что вы мне позвонили. Ну, вы знаете, то согласно закону есть такое понятие, как открытая запись, скрытая запись. Когда оппонент знает о ведущейся записи, когда оппонент не знает. Ну, это в том случае, если человеку позвонили, а не... Второй момент, второй момент. По поводу вашего нашего клиента я не вижу никакого письма, тем более письма на запрет. Вы не увидите, мы же в головной очередь отправляем. Мы же в головной очередь... Ну, там вопрос задайте. Единственная база данных. Ну, значит, знаете, по опыту я вам скажу одну простую вещь. Все эти письма игнорируются. Банк существует по формату. Если что-то не нравится, идите в суд, друзья мои. Это так происходит. В вашем с нами случае я точно так же могу заявить. Если вам, дорогой сотрудник Банка ТРАС, что-то не нравится в моем поведении, я предлагаю вам подать на нашу организацию в суд и отсудить что-то по возможности. Может быть, денег заработаете. Предупреждаю сразу, мы будем из-за всех сил сопротивляться. Банк занимаются определенные органы другие. Ну, органы пускай занимаются. Еще к сведению, для информации. Вы знаете, вот такие... Если компания отправляет письмо, где указывают то, что они с какого-то момента будут представлять интересы по такому-то договору, и как пишут там, как правило, это стандартный запрет на обработку персональных данных, ну, почему-то от этих организаций, более серьезных на рынке, развитых, мы видим почему-то информацию в нашей общей базе данных. А в вашей компании что-то этой информации не поступило. Хотя все так же отправляют на юридический адрес. Ну, я приму к сведению обязательно по этому клиенту... Обязательно? Обязательно по этому клиенту посмотрю уведомления о вручении по реестру почтовому. Все это увижу. Может быть, так точно не дошло, да. Но если дошло, то у меня уведомление о вручении будет в специальном кабинете лежать. В течение пяти дней корреспонденция внутри России доставляется. А у вас уже сколько времени прошло, все никак не дошло? У меня сейчас карточки клиента перед глазами, я их не могу вам... Поработайте над своим портфолио. До свидания.